Парикмахер ТВ Лайфхакер, это Анастасия Ядкова. Уверен, серия этих видео сделает вашу работу качественной. Давайте. Одним из самых красивых элементов прически, который придает элегантность, является рельеф. Именно сегодня мы изучим, как его правильно и быстро делать. Мы разделили височно-боковую зону и нижнюю часть этой зоны мы закололи к хвосту. Горизонтальными проборами выделяем прядь и начинаем работу с нижних прядей. Мы оттягиваем прядь по диагонали и фиксируем ее прямым положением пальцев. Это даст возможность максимально чистого распределения волоса и максимально естественного его падения. Делаем легкую растяжку, фиксируем лаком с одной стороны и с внутренней стороны. Обязательно продуваем нашу прядь для того, чтобы волосы не приклеивались к рукам. И вот так вот прямым полотном пальцев, зажимая между указательным и средним пальцем прядь, мы меняем ее направление и придаем ей такую вот мягкую, плавную, рельефную волну, которая направляется к основной точке в прическе. Шпильки нам помогают в этом. И шпильками мы делаем легкую фиксацию временную. Аналогичным образом мы работаем с оставшимися волосами. Также их расчесываем по направлению, делаем легкую растяжку, фиксируем лаком с обеих сторон для того, чтобы было четкое разделение пряди. И меняем направление, помогаем себе шпилькой. Как вы видите, такими простыми движениями мы создали очень элегантные, красивые линии. Я уверена, что вы сможете ими декорировать не только распущенные волосы, но и собранные красивые прически. Помните, на прошлом уроке мы учились создавать очень красивые, элегантные линии на затылке. Сегодня я вам покажу, как сделать очень легкие линии у лица. Большинство клиентов любят легкость и приподнятость волос у краевой линии лица. Сегодня я покажу, как это сделать с помощью простых шпилек. Для того, чтобы создать легкость, мне понадобится шпилька, которую я изгибаю вот такой дугой и вставляю в прядь. Вставляю дужкой вовнутрь и вот так вот изгибаю. Теперь у меня есть возможность двигать прядку и поднимать ее выше или ниже, делать ее более воздушной и легкой. Аналогичным образом я поступаю со всеми прядями. Именно благодаря изогнутой форме шпильки мы можем придать нашим волосам воздушность. Очень мягко изгибайте вашу шпильку. Я уверена, что именно этот маленький секрет поможет вам создавать воздушные легкие прически. Помните, в предыдущих уроках мы с вами проходили ленточную технику вот таких плоских рельефов? Потом мы учились делать элегантные воздушные линии у лица. А сегодня я покажу, как можно это дополнить красивым декором из ленточной техники в виде роз. Обратите внимание на то, что мы выделили всю височно-боковую зону и нижнюю часть подкололи к хвосту. Я разделяю прядь на две части и закрепляю ее в плоскости. Закрепляю прядку невидимкой, которую прячу вовнутрь волос. Первые два сантиметра я прорабатываю прядь легкой тупировкой. Потом вычесываю верхний слой и прорабатываю лаком с двух сторон. Обратите внимание, что я проработала лаком только два сантиметра. Беру шпильку, продеваю в прядку, прокручиваю и вставляю шпильку в невидимку и изгибаю шпильку дужкой вверх. Для того, чтобы этот элемент у вас получился хорошо, я еще раз его повторю. Я вставляю ленточную прядь из волос в шпильку. Шпилька должна быть сделана из мягкого металла. Делаю один оборот на 360 градусов, вставляю шпильку в невидимку и потом я изгибаю кончик шпильки. Теперь вокруг этого элемента я создаю сам цветок. Я вычесываю прядь и раскладываю ее вокруг нашей сердцевинки. Обратите внимание на то, что внутренняя часть ленточки касается сердцевинки, а внешняя идет на раскрытие. И мы фиксируем ее опять-таки между двумя прямыми пальчиками. Для поддержки временной я вставляю шпильки. Следующий завиток и у нас уже почти красивый нарисовался цветок. Фиксирую лаком, я провожу пальчиками и заглаживаю все волоски, которые выбиваются из наших линий. И фиксирую мягкими такими шпильками. Оставшуюся свободную прядь мы также подтягиваем к розе и дополняем ее лепестки. Я слегка растягиваю височно-боковую зону волос для того, чтобы придать мягкость у лица. И подтягиваю прядку к основанию розы. Фиксирую ее там шпилькой. И теперь кончиком этой пряди я дополняю розочку. Фиксирую оставшиеся волосы лаком. И очень мягко растягиваю их вокруг нашей плоской розочки. Практически каждый мастер может делать розы из хвоста, так как там есть основа. А вот плоская роза достаточно сложный элемент. Я уверена, мое видео занятие поможет вам с легкостью выполнять такой интересный элемент. На предыдущем занятии мы разбирали создание легкой текстуры у лица. На следующем занятии мы разбирали рельефы, которые элегантно украсит вашу прическу. На следующем занятии мы разбирали технику создания плоской розы. Сегодня я расскажу вам и покажу, как быстро собрать прическу из накрученных волос. Для того, чтобы быстро собрать прическу из накрученных волос, я выделяю от краевой линии 3-4 см по всему периметру. Я накручиваю пряди в два ряда, разделяя их зигзагами. Теперь разбираю эти волосы руками, начиная с ряда, который находится ближе к хвосту. И потом сверху я накладываю пряди, которые у нас были накручены у лица. И очень легко подкалываю шпильками к основанию хвоста. Так работаю по всей голове. Хочу напомнить вам, что волосы мы брали только по краевой линии роста волос. Сейчас вы видите большую часть выполненной работы. У нас остался свободный хвост, из которого мы закончим нашу прическу. Для того, чтобы нам сделать быстро прическу, я не буду накручивать хвост, а сделаю имитацию кудрей из прямого волоса. Мы разделяем произвольно прядки хвоста, скручиваем их в очень мягкий и легкий жгутик и достаем пряди. Достали прядки, зафиксировали и поджали. Подкололи. Буквально тремя прядями мы можем создать очень красивый элегантный пучок. Воздушный, легкий. Последнюю прядку мы подкручиваем так же, как и все предыдущие в жгут. Вытаскиваем из нее петельки и стягиваем прядь. Подкалываем и фиксируем лаком. Вот так быстро можно создать объемную красивую прическу, накрутив всего лишь две пряди у краевой линии лица. Сегодня я вас познакомлю с интересной техникой создания ажурного жгута. Диагональным пробором я выделила правую зону для части нашего плетения. И сейчас методом подхвата я буду скручивать жгуты вовнутрь. Обратите внимание, что верхнюю прядь я прокручиваю от лица и каждую последующую прядь я буду вкручивать в предыдущую. Сразу вытаскиваю ребра и петли и подхватываю новую прядь, точно так же вкручивая ее в жгут. И точно так же вытаскиваю прядки. Закрепляем жгут невидимкой изнутри, проштопывая жгут и фиксируя его на проборе. Теперь мы дорабатываем каждую нашу петельку, растягивая ее вправо-влево и фиксируя временными шпильками. Элемент получится очень красивый и нарядный, если уделить время доработки каждой прядки. Сегодня я познакомила вас с техникой создания ажурного жгута. Каждый мастер имеет свою технику закрепления невидимками прядей. Сегодня я вам покажу, как это делаю я. Очень просто, но поверьте, невидимка, одетая на палец, делает вашу работу гораздо привлекательнее и быстрее. Первое, с чего начинается прическа, она начинается с точки. Это хвост. Самое главное правило, это когда мы затягиваем хвост, мы должны захватывать обязательно его мизинчиком. Это дает нам возможность везде равномерно натянуть волосы по всей голове и дать хвосту определенное направление. Мизинец является самым коротким пальцем, поэтому именно этот захват дает максимальное натяжение всей массы волос. Сейчас у нас нету никаких ни петухов. Сегодня я хочу поделиться, как я в своей практике собираю хвосты. Я это делаю за счет шпилек и резинки. Одеваю резинку на дужке шпильки, вставляю в основание хвоста и начинаю обкручивать. После первого оборота я могу спокойно отпустить кисть и продолжать дальше делать тугое натяжение резинки и зафиксировать это второй шпилькой. Почему именно так? Потому что при распускании прически нашему клиенту достаточно просто будет вытащить одну шпильку и сама прическа разрушится механически. Секрет сбора такого хвоста заключается в том, что вторая шпилька фиксирует резинку после того, как резинка оказывается на большом пальце. Мы продеваем шпильку в резинку и фиксируем хвост. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парикмахер ТВ